Я, конечно, главное хочу обратиться ко всем жителям города, что у нас в данное время происходит передел жилищного фонда. Дело в том, что сторонние организации необоснованно, незаконно заходят на наши дома, не проводя никаких официальных собраний, никаких официальных документов, что мы не выполняем свои обязанности перед жильцами, собирают подписи жильцов, непонятно каким образом ставят эти подписи и формируют протоколы, которые отправляются в стройнадзор. Мы на Манкевича с новым духом не знали, что там происходит. Нам со стройнадзора приходит извещение, что наш дом переходит в другую управляющую организацию ООО «Собственник». Мы здесь же приняли все меры, провели повторное собрание. Жители были очень удивлены, ошарашены тем, что происходит в доме. Все нам подписали протокол, договора, все правоустанавливающие документы, и мы вновь отправили в стройнадзор. Стройнадзор принял наши все протоколы за основу, и дом остался в ООО «Жилищники». На этом дело не успокоится. Люди продолжают работу по всему городу. На второй дом у нас пытались зайти. Значит, присылают нашим людям конверты напечатанные, и в конверте просто чистые листы бумаги сложены. Мы обратились в стройнадзор с этим заявлением, что это такое, почему идет вот такая неправильная работа с нашими жителями по выбору новой управляющей компании. Если кто-то хочет, что-то видит в нашей работе не так, давайте мы соберемся честно на собрании. Пусть люди выскажут все, что мы там не работаем, мы не оказываем услуги достойные. Тогда будет разговор о переходе в другую управляющую компанию. Но в данное время мы стараемся, чтобы наши дома были ухоженные, чтобы наши дома были конструктивно все целые. Так что перевыбрать компанию другую, давайте смотреть друг другу в глаза, в лицо, а не ходить подпольным способом и не уговаривать людей, что давайте вот она такая, а мы вот такие пушистые, хорошие. Значит, обещания ни к чему не приводят, а приводят ко всему наши дела. А вот этот воздух, вот это то, что там обещают золотые горы, это все обещания. Дело в том, что в принципе все наши управляющие компании работают как бы на одном уровне. Что-то кто-то там лучше, кто-то там хуже. Такого я пока в городе не вижу. Пока все работают равномерно, плавно, все все делают, все стараются. И вот передергивать дома, ну просто нет смысла. Нет смысла. И к чему это все приведет, тоже пока непонятно. Зачем этот бунт в городе? Ну, на этот вопрос трудно ответить. Продолжение следует...